Егорку этим летом привезли к бабушке с дедушкой в деревню. Погостить перед школой. Ему летом как раз исполнилось 7 лет. Он быстро сдружился с местными ребятами. Они вместе бегали на речку, купались загорали, ловили раков, потом их дружно варили и ели, запекали картошку в золе и воровали сливы в заброшенном доме на окраине деревни. Егорка помогал бабушке по хозяйству. Его ежедневная работа заключалась в поливке огурцов и прополке грядок. Однажды он отправился в сельский магазин вместе с ребятами. Там возле входа на скамейке сидел странного вида парень лет 25-30 и прижимал к себе большого черного кота. Он гладил его полоснящейся шерсти и приговаривал «Не бойся, черныш, все хорошо, никто не будет в тебя камнями кидаться, я не позволю». Володька сидел на лавочке и задумчиво смотрел на небо. На нем были короткие штаны, сандалии на голую ногу и рубашка без пуговиц, затянутая на животе узлом. «Вовка, морковка, хочешь яблочко?» «Хочу, яблоки я очень люблю». «А яблок в огороде нет, только морковка уродилась», – гоготали мальчишки. Тогда Володька достал из-за пазухи яблока и протянул ребятам. «Зато у нас с мамкой уродились и много в этот раз. Ешьте!» Он хлопал своими огромными голубыми глазами, улыбался. Он был рад, что мальчишки подошли к нему и заговорили. Улыбка пятилетнего ребенка сияла на его лице. Кто-то из ребят схватил яблоко и, бросив его на землю, растоптал под общий смех всей честной компании. А потом стали бросать камни в странного парня. В ответ он еще сильнее прижимал к себе кота и закрывал его своим телом. В этот момент к магазину подошла почтальонша тетя Глаша. Увидев, как Ватага Сорванцов глумится над местным дурачком, она громко закричала и как кошин бросилась на защиту Володьке. «Так, что тут происходит? А ну брысь отсюда! Сейчас Лозину возьму да поляшкам всех отхлестаю». Она подошла к парню, приобняла его. «Давай я возьму твое яблочко. Спасибо большое. Ты посиди тут на скамеечке. Я тебе сейчас конфеток куплю. Ты какие любишь? Риски-карамельки». Вечером бабушка пытала Егорку, что произошло там у магазина. Видимо, тетя Глаша обошла все дворы пацанов, которые насмехались над бедным парнем. Егорка честно признался бабушке, что было такое, но он просто стоял в стороне и наблюдал. «А почему ты не вступился за него?» – грозно спросил дед. «На твоих глазах издеваются над человеком, а ты равнодушно наблюдаешь. Ты что, пионером быть не хочешь, или тимуровцем?» «Так он дурачок. Смешно же», – ответил Егорка. «Тебе смешно? Ну-ка, садись и слушай. Думаю, смешно тебе больше никогда не будет». «Может быть, ты на этом свете живешь только благодаря этому дурачку и его черному коту Чернышу, а ты на них с камнями. Он тебе в отцы годится по возрасту». Он ведь не всегда был таким. Родился Володька в тот год, когда мы с твоей бабушкой поженились. Рос крепким и здоровым мальчиком. Мать его любила безмерно, а отец гордился таким сыном. Он был очень добрым, отзывчивым и веселым пареньком. Больше всех на свете жалел животных и стариков. Если кто-то из братьев наших меньших попадал в беду, Володька первый приходил на помощь. А уж все старики и старухи в нашем селе, особенно одинокие, были под его пристальным вниманием и заботой. Его не просить, не уговаривать было не надо. Сам после школы бросал портфель и бежал кому-нибудь воду носить, кому дрова колоть, а кому огород прополоть или палить. Местные жители любили приветливого паренька. В школе его всегда всем в пример ставили. Он учился хорошо. На доске почета как отличник висел. Да только вот отец Володьки погиб, когда парню было 15 лет. Остались они одни с матерью и котом Чернышом, которого отец подарил Володьке незадолго до гибели. Кот этот такой забавный был, любил с хозяином своим рыбу ловить. Прыгнет в лодку и сидит на корме, улова дожидается. Володькину лодку на реке даже издалека всегда можно было узнать по черному очертанию кошачьей фигуры. Вот эта особенность Черныша всегда быть рядом с хозяином на рыбалке и сыграла главную роль в той самой истории. А ты знаешь, как так случилось, что здоровый и крепкий физический парень вдруг стал беспомощным. Произошло это обычным солнечным днем. Погода была летняя, жаркая. А что ребятни еще делать летом? Вот мальчишки всей деревни и пошли на реку. А с ними и твой отец. Он тогда еще совсем пацаненком был. На берегу реки росло дерево из полин. Это была старая наклонившаяся к реке Ива. Мы ее потом с мужиками спилили от греха подальше, после того случая. Мальчишки прыгали с нее, как с трамплина в воду. В этот самый момент Володька рыбачил вместе с котом где-то вверху по течению реки. Твой отец, самый младший из ватаги ребят, плавал так себе, но почему-то именно сегодня он решил прыгнуть вместе со всеми с дерева. Мальчишки прыгали аккуратно, по одному дождавшись, когда предыдущий выплывет. Твой отец нырнул солдатиком и не всплыл. Ребята подождали полминуты и началась паника. Но Володька не слышал встревоженные крики ребятни. Их тогда то ли услышал, то ли почувствовал кот Черныш. Он заволновался, забегал по лодке взад-вперед, мешая хозяину рыбачить и пытался спрыгнуть с лодки. Но природная кошачья боязнь воды его остановила. Володька мгновенно сообразил, что где-то беда, а тут еще до него долетели крики ребят. Он завел мотор и, не мешкая ни секунды, поспешил на помощь. Он был в хорошей спортивной форме, отлично нырял и плавал. Узнав, что случилось, он, не задумываясь, прыгнул в воду. Его долго не было на поверхности, все уже еще больше всполошились, как вдруг он вынырнул, и все облегченно вздохнули. В руках у него был твой отец. А дальше произошло такое, что просто невозможно объяснить словами. Это какой-то злой рог, не иначе. Уже практически выйдя на берег, он то ли подскользнулся на мокрой глине, то ли оступился и упал. На берегу реки в песке попадались небольшие камни и огромные валуны. Откуда они здесь были, никто не знает. Говорили, что когда-то во времена юрского периода здесь было дно моря. Володька упал головой прямо на один из таких небольших камней. От боли он потерял сознание. Очнулся, когда уже вокруг столпилась куча взрослых, которых привел на подмогу Черныш, пока Володька нырял за твоим отцом. Потом он потерял сознание и очнулся уже в больнице. Только с тех пор что-то с головой у него случилось. Этого в больнице вылечить не смогли. Может быть, поэтому твой отец с тех пор решил стать врачом. Мечта у него Володьку вылечить, только пока безрезультатно. Герой наш Володя. Нельзя его обижать. Если бы ни он, ни нашего с бабушкой сына, ни тебя бы не было. Егорка заплакал и поклялся бабушке с дедушкой, что больше никогда не будет обижать Володю и его кота. Никогда не будет кидаться камнями ни в кого. Взяв у деда немного свежей рыбки для Черныша и у бабушки пакет с рисками для Володьки, он поспешил к магазину. Там, где его можно было всегда встретить. «Привет! Я тебе конфет принес. Угощайся, вкусные!» И Егорка протянул пакет. «Спасибо!» – обрадовался Володька. «Он не держал зла на Егора. Он вообще не знал, что такое зло. И даже если его обижали и обзывали, то сразу всех прощал и забывал обиду. Можно погладить Черныша? Сколько ему лет? Погладить можно, а вот сколько ему лет я не помню. Я вообще считать не умею. Знаю только что много. «А давай дружить!» – предложил ему Егорка. «Приходи к нам в гости. Скоро папа из города приедет, конфет привезет. Я угощу тебя. Ты прости меня. Я больше никому не позволю вас с Чернышом кидать камнями!» «Здорово! Я приду!» – опять заулыбался Володька и поднял в небо свои голубые глаза. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!